Здравствуйте! Это новости на ННТ в студии Махач Курбанов со свежим материалом моих коллег и коротко о главном. Впереди длинные выходные. В честь праздника Ураза-Байрам правительство Дагестана объявило 13 и 14 мая нерабочими днями. Они совершили подвиг. В Махачкале прошел ифтар для врачей скорой помощи, несших боевое дежурство во время пандемии. Подробнее в выпуске. Есть спрос, будет и предложение. В Картмоскале на специальной ярмарке была представлена продукция, сделанная руками заключенных. Что именно производят умельцы, расскажут мои коллеги. В честь Уразы-Байрам правительство Дагестана объявило выходные 13 и 14 мая. Данное постановление издал премьер-министр Дагестана Абдул-Патах Амирханов. Отметим, что ранее Владимир Путин объявил нерабочими дни с 1 по 11 мая. Таким образом, в первой половине мая в Дагестане будет только два рабочих дня – 11 и 12. Ежедневно в шатер Рамадана, развернутый на территории главной мечети столицы, приходят тысячи верующих. Меценаты, различные организации и коллективы берут на себя финансирование благотворительной акции. На этот раз Дагестанский гуманитарный институт взял на себя обеспечение ифтара. В мероприятие приняли участие представители власти, учебных заведений, а также духовный лидер мусульман республики. Пусть Рамадан всем даст возможность, может быть, чему-то в жизни лучшему измениться, делать добрые дела. Я всем желаю в этот месяц постараться, может быть, обновиться, повторить какие-то добрые дела, которые мы делали весь 2020 год, помочь, может быть, нуждающимся. Мне очень понравился лозунг, который я вот здесь увидел. Может быть, этот лозунг связан с тем, что сегодня среда организаторов Дагестанский гуманитарный институт, но образование – это то, что мы, представители образовательного сообщества, каждый раз говорим об этом, питаемся что-то хорошее сделать, поднять качество образования в нашей республике, потому что от этого зависит вообще уровень развития нашей республики. В шатре прошло и просветительское мероприятие. Для верующих читали Коран, исполняли нашиды. По словам организаторов, подобные акции сплачивают и объединяют верующих. Ифтар для скорой помощи прошел в Махачкале. Мероприятие, как благодарность за спасенные жизни в период пандемии, организовали региональный координатор проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» Зумруд Бучаева совместно с сопредседателем регионального штаба ОНФ Еленой Павлюченко, а также с активистами «Молодой гвардии». Подробнее в сюжете моих коллег. День скорой помощи в России 28 апреля. Поддержать работников, оказавшихся на передовой по борьбе с коронавирусом. В этот день высказать слова благодарности за подвиг медиков во время пика пандемии. Прибыла в Дагестанский центр медицины «Катастроф» координатор проекта «Здоровое будущее» Зумруд Бучаева. Совместно с общественниками она организовала Ифтар для 45 бригад скорой помощи, ежедневно дежурищих в столице. Постящимся волонтеры раздали продуктовые наборы для разговения. В вашем лице всех поздравляем работников. Спасибо. Скорой помощи. Спасибо. Хочется сказать, вы знаете, особое спасибо, потому что и в период пандемии это какое-то особое мужество было проявлено. Вашей службе, вашими. И столько примеров, когда в таких экстремальных ситуациях вы проявляете высокий профессионализм. И такое человеколюбие, которое можно позавидовать. Спасибо. Такой благословенный месяц Рамадан. Только хочется пожелать мира и добра. Поздравили медработников с профессиональным праздником и организовали Ифтар также на подстанции «Лазурь». В завершении акции Замрут Бучаева отметила, что в период пандемии на врачей, медсестер, фельдшеров и водителей скорой помощи легла огромная нагрузка не только физическая, но и психологическая. Это время сплотило медиков, показав, насколько преданы те, кто дал клятву Гиппократа своей профессии. И все же главный подарок за их труд – это спасенные человеческие жизни. Вы сегодня поблагодарили нас, но такие акции, мероприятия, они должны стать частью нашей жизни совершенно обыденной. Мы не должны даже к этому относиться как к чему-то особенному, то, что делал профсоюз. А вот самое важное, что мне кажется, мы должны делать, мы должны стать для каждого нашего медработника на самом деле тем ресурсом помощи, который у них есть. Поэтому я вот знаю, что все, кто здесь находится, в этом зале, они все люди, которые видят себя в системе здравоохранения, в управленческой части. И я думаю, что мы все же сможем изменить ситуацию по спублике. Лариана Шемхалаева, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. В Махачкале полицейские раздали постящимся воду и финики. Они провели акцию накануне вечером в священный месяц Рамадан. Утолить жажду и голод смогли как пешеходы, так и водители автотранспорта. Так стражи порядка решили помочь верующим и облегчить им свое временное разговение. По данным ведомства, подобные акции проводятся по всей республике для тех, кто оказался в пути ко времени Ифтара. Диктант Победы. Более 500 человек смогли стать участниками международной акции, которая прошла в историческом парке «Россия. Моя история». За 45 минут участники должны были ответить на 25 вопросов, которые были посвящены знаменательным датам Великой Отечественной войны, событиям военной географии, а также историческим личностям. В конце мероприятия участники просветительской акции могут получить сертификат об участии. Информация о победителях будет опубликована 24 мая на сайте диктантпобеды.рф. Деревянные и металлические изделия, швейная продукция и продукты социального назначения. Свои товары и ярмарки в Картмаскале представили учреждения исполнения наказания Республики Дагестан. Эту продукцию произвели сами заключенные из правительных колоний. В последние годы заказы на товары только растут. Подробнее расскажет Карим Даниев. Мастера вот здесь сидят, они начинают собирать ее, он сюда натягивает. Это уже идет как бы последняя стадия обуви. С течения обстоятельств в жизни Раджи привели его в удручающее положение. Ближайшие три года он проведет в стенах исправительного учреждения, но это время он решил не терять зря. В колонии Раджи приобрел профессию и начал зарабатывать. Приходим сюда, работаем, получаем зарплату и можем спокойно там ходить в магазин покупать. Например, не затруднять родителей, чтобы они сюда передавали нам дачки, чтобы делать. Если ты сам можешь это делать, зачем родители беспокоятся? И все, спокойно работают. В колонии базируется филиал профтехучилища. В нем на выбор обучают восьми техническим специальностям. Среди них металлообработка, деревообработка, швейное дело. На данный момент в училище колонии номер 7 обучаются 80 студентов. Продукция УФСИН сегодня на расхват. За прошлый год объем заказов возрос с 3 миллионов до 30. Заказчики товаров как частные лица, так и предприниматели. А также учреждения выполняют госзаказы. Сегодня мы организовали здесь выставку. Мы периодически организовываем такие мероприятия для популяризации производственного сектора, нашей уголовно-исполнительной системы, чтобы люди видели, знали, что у нас тоже организовано производство. И если взять историю, во времена СССР уголовно-исполнительная система, то есть объемы производства были на третьем, на четвертом месте. То есть в масштабах страны все. Поэтому сейчас мы возрождаем эти традиции. Это все оплачиваемый труд. И, соответственно, зарплаты, которые осужденные получают, мы возмещаем. Мы платим, во-первых, налоги все, то есть это единый социальный налог, пенсионные отчисления, НДФЛ, налог на доходы физических лиц, который идет в местный бюджет, пополняет администрацию местного бюджета. Мы оплачиваем иски, то есть восстанавливают иски. У осужденных могут быть исковые заявления. То есть причинил ущерб, его выразили в сумме и исполнительный лист на возмещение. После освобождения Раджи Асланов планирует продолжить свое дело, а в полученном образовании видит свое будущее. Ну, я сюда изначально из-за этого и пришел, потому что если я здесь научусь делать, шить обувь, собирать ее на воле, это уже кусок хлеба можно зарабатывать на этом. Это более-менее хорошее. Можно спокойно свой магазин открыть или ремонт обуви, например. Ну, это научит меня многому. Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И о спорте. Земельный участок и денежная премия. В Буйнакске чествовали обладателя серебряной награды молодежного первенства мира по боксу Чаэрова Ашалаева. Торжественное мероприятие прошло на центральной площади города, где собрались около 500 болельщиков-спортсмена. Ашалаеву желали не останавливаться на достигнутом и идти к олимпийским вершинам. Глава муниципалитета Исламудин Нургудаев вручил молодому земляку документы на земельный участок в одном из перспективных районов, а также денежные премии спортсмену и его тренеру. Материальные поощрения и подарки также выделила Федерация бокса и другие спонсоры. Дагестанские легкоатлеты-колясочники выиграли пять золотых медалей на всероссийских соревнованиях в Сочи. В метании булавы на высшую ступень пьедестала поднялся Муса Таймазов. В состязаниях по метанию диска первое место заняли Виктор Кипаренко и Казим Амаров. Отметим, что все трое установили новые рекорды России. Помимо этого, золото в соревнованиях по метанию копья в копилку дагестанской команды принес Хайбулат Жаватханов, а в толкании ядра лучшей была Сабина Махмудова. Также на счету сборной Дагестана 11 серебряных и 5 бронзовых медалей. Следующим стартом для победителей станет чемпионат Европы, который пройдет с 1 по 5 июня в Польше. Это все, о чем мы хотели вам рассказать сегодня. Оставайтесь на ННТ, не переключайтесь, смотрите нас в соцсетях и на сайте nntv.ru. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова